Нас собрали и сказали, с первого числа ставят аппараты. Кто не заплатит, то есть не поставит аппарат, первого числа штраф 10 тысяч. Второй будет штраф 18 тысяч. С каких соображений? У нас нету такого товарооборота, нету. Мы тут месяцами не торгуем, люди в кредитах сидят. Если среднего уровня кассовый аппарат, он обходится в районе 60 тысяч, который нормально работает. Плюс его обслуживание, плюс провайдером за вот этот интернет, потому что постоянно нужно, чтобы он был связан с интернетом. Это выходит в год около 120 тысяч обслуживания этого кассового аппарата. А какой смысл, если мы сидим сейчас на едином налоге, плюс эти аппараты нужно купить, то есть потратиться, еще плюс их обслуживание. Пускай даже сейчас эта информация попадает, допустим, она в налоговую. Они не считают в данный момент, потому что у нас единый налог. Но значит, я понимаю, что в будущем они нас хотят перевести на другой налог, прогрессивный. Если мы попадаем под понятие индивидуальный предприниматель, независимо, у нас большой магазин или у нас трехметровый магазин, если мы платим единый налог, мы обязаны поставить кассовый аппарат. Но я считаю, что это тоже несправедливо. А как думаете, как должно быть правильно? Я думаю, что нужно, во-первых, дифференцировать по площади. Это самое главное, потому что сколько товара на пяти квадратах и сколько на 150, это разные вещи, правильно? Естественно, у тебя доход другой. Я на рынке знаю все. Очень мало, которые твердо стоят на своих ногах и могут что-то купить, и могут эти кассовые аппараты купить. А основная масса, 70% не могут, эти кассовые, не могут их купить. Поймите же людей, дайте, Путин же говорит, помогаем малому бизнесу. Где эта помощь? Помогите. Нам не нужны эти кассовые аппараты, нам их навязывают. Или мы сдадим свои документы, или мы не будем работать вот с этими аппаратами. Это лично мое мнение. А я мнение всего рынка высказываю. Рынок весь против. Мы что имеем вообще? Мы что, там зарабатываем на дипы, на мерседесы или на что-то? Поинтересуйтесь, посмотрите. Люди ничего не делают. Только налоги, в кредиты залезают. Они все в долгах, честно вам скажу. Из долга в долг, из долга в долг. Помогите. Если у нас есть действительно Битаров наш хороший правитель, я к нему обращаюсь. Я к нему обращаюсь.